Доброго времени суток, друзья! Продолжаем наше прохождение Гримшейда. У нас, друзья, вспомнить бы вообще, что происходит там. А, Киба! Киба, я всё думал, как его звать-то его? Эй, Киба звать, друзья! Киба, спасся! Нам нужно, нам нужно найти помощь Алистру. Некую, некую, мать его, эту, как её заново, таверну. Таверну надо найти. Бутылка Гуара! Слушайте, нам теперь даже есть чем заплатить, между прочим, за помощь. Я думаю, за бутылку Гуара найдётся добровольец, который пойдёт с нами в канализацию и вытащит, вытащит Алистра из той жопы, в которой он оказался. Итак, Киба, куда же мне идти теперь? Как помочь Алистру? Как же я доберусь до пряного ветра? Эх, голова раскалывается, будто множество осколков одновременно пронзили сознание. Нужно отбросить боль в сторону, нужно помочь, но почему? Зачем? Итак, друзья, у нас выбор. Ага, зачем? Зачем мне его спасать? Он спас меня, я спасу его. Отвечу услугу за услугу. Как можно не помочь человеку в беде? Ага. Ага. Ну, он спас меня, я спасу его, но это логично. Останавливаться нельзя. Нужно найти помощь. Всё, побежали. Так, что тут ещё? Ни хрена здесь нету, друзья. Так, ну, наверх, наверх, друзья. Наверное, здесь нам врагов не постричается, поскольку как отбиваться от врагов, я в душе не чаю. Вон, например, враг. Да ты чё? Не-не-не-не-не-не. Вот давай там, это, психокинетическую энергию используй. Биотику, матьё. Не, вы серьёзно? А вот, у него появились боевые навыки. Всё-таки у Кибы, Кибы что-то есть. Он полезный член команды. Хорошо, убедили. Так, как получают навыки? Ох, судя по всему, экспериментальная ситуация пробудила в Кибе какие-то скрытые силы. Теперь у Кибы есть два навыка. Оба они особые. Первый. Аспект гнева. Атакующий. Он наносит урон светом, что весьма удачно, ведь тень обладает уязвимостью к свету. Ну, прям реально, реально очень удачно. Так. Если нет, вы можете освежить память. Она это понятна. При помощи второго навыка Аспекта Справедливости Киба может помочь товарищам или себе, убрав негативные статусы. Неплохо. Неплохо. Некоторые персонажи способны использовать особые навыки по особым правилам. Некоторые из этих навыков не являются атаками. Ага, ага. Обусловлено такими вот символами. Они могут иметь совершенно разные условия применения. Ну, терым-пыром понятно. Короче, держи плюхенцию, собака. Вот так, на пятнашку. Слушай, ну она очень много. Много дает напряженности. Аж тридцатку. То есть, по сути, всего два раза мы ее можем использовать. Ну, три. Ладно, три убедили. Три раза. Все, друзья, победа. Все. Носки бы обрел... Обрел биотические силы. Биотические силы света. Да, да, я чувствую, как эфир наполняет меня силой. Как такое может быть? Непонятно. Нет времени гадать. Держись, Алистер. Я иду. Теперь я сам могу помочь тебе. Так. Слушай, стопэ. 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 Я не понял. А как? Как? Нет, это не здесь. Это, наверное, куда-нибудь падший, падший, падший. Вернуться к Алистеру. Вот. Все. Вот именно это я и искал. Вернуться к Алистеру. Кстати, вон там виднелась лестница. Виднелась лестница, по которой можно будет подняться, я так думаю, вверх. Все. Отлично. И в таверну идти не надо. Чудесно. Алистер, держись, друг. Я иду. Все валяется. Даже лицо не обглодали. Вот так взял его. Наложил. Нажил особое заклинание света. И мы помогли нашему другу. Давай же. Должно ведь помочь. Второй раз. Третий раз. Алистер такой встает. Сверкает своими фалетами. Фалетовыми. Глазищами. Киба, не знаю, как ты это сделал. Но мне значительно лучше. Я, кажется, могу встать. Как это у тебя выходит? Алистер, я тоже не знаю. Я не могу вспомнить ничего, кроме своего имени. В голове путаются мысли. Но, похоже, я умею пользоваться эфирами. На меня напали тени, но я справился и с ними. Мне страшно. Алистер? Да у меня и у самого. Теперь мурашки по коже, приятель. Кто же ты такой? И все эти мертвецы в лесу. И кристалл, который я там нашел. Я, я правда не знаю. Извини. Все это очень странно. Давай найдем Чарли. Он посоветует, что нам делать дальше. Там, наверху, на улицах Брана, должно быть, все еще идут бои. Осторожно проберемся в средние кварталы и укроемся в безопасном месте. Избегай солдат в синей форме. Они плохие. Ну все, они договорились и пошли в таверну. Что такое ранение? Так, ранение. Когда ваш персонаж теряет сознание в бою, он получает случайное ранение. Вне боя, в левом верхнем углу, вы можете увидеть, что у персонажа есть ранение. Ранение ухудшают те или иные характеристики вашего персонажа или негативно влияют на его способности. Таран-таран, таран-таран. Ранение... Стоп, куда-то рвано. Ранение нельзя развеять. Оно будет мешать вам в каждом бою, пока вы его не вылечите. Вылечить можно только в особых безопасных местах убежищах. Ага, не обозначено на картинке. Это происходит автоматически. Так, ну всё. Побежали обратно наверх. Киба, смотри. В таких ящиках солдаты хранят провизию. Ну да, в канализации. Может быть нам повезёт и в нём будет что-нибудь полезное. Сейчас нам понадобится любая помощь. Что есть заглянуть внутрь? Чё, мы можем заглянуть теперь в ящик? Медикаменты. Три с половиной. Ну, три из пяти. Отдых и перевязка. Вы только что нашли запас медикаментов. С их помощью вы можете в любой момент, кроме боя, восстановить здоровье ваших героев. Количество ваших медицинских припасов показано в иконке верхней части экрана. В верхней части экрана. Вот вижу я, да, три. В ходе своих приключений вы можете найти их в тайниках или купить у торговцев. Несмотря на усилия Киба, у Альстра всё ещё большие проблемы со здоровьем. Да и сам Киба тоже ранен. Есть смысл применить медикаменты прямо сейчас. К сожалению, медикаменты не снимают ранения. Которым поможет только отдых в убежище. И чё, и как? Как это работает? А, то есть просто тыкнул кнопку и все, все вообще всё вылечили. Ну, отлично. Чё, я не против? Так, а вот это чё? Гулыми руками не открыть, говорят нам. Ну, здорово. Короче, нужно медикаменты иметь всегда. У нас, кстати, здесь развилочка. Мы можем вот здесь по мосту пройти. Посмотреть, может, что полезное найдём. Вонючая лужа. Мухи тут, опарыши. Крысы. Ну, чё-то ничего полезного я не вижу. Ага, ну, нам по-любому здесь сражаться надо, да? Здесь ещё одни ворота. Через которые мы не сможем пройти. Как не найдём. Кхм, щиток открытый, да? Но нам в любом случае вот с этой гадостью сейчас надо будет биться. Ну, давайте. Это будет интересный бой. У нас, наконец-таки, два атакующих персонажа. Супостата аж 4. На тебе ж. Ага, у нас он с ранением. Так, образа мы уклонились. Хорошо. Тогда давай сразу заюзаем щит. Вот так. Чтоб с одного удара их уложить. Так. Здесь нас уже наносят ранение. Ну, они типа четвёрочки. Фигня. Фигня, друзья. Так. Давай-ка. Вот это что? Что я забыл? Негативный статус. У нас негативных статусов нет. Давай. Значит. Сколько там? С одного удара... О, нет. С двух придётся. Ну, хоть так. Хоть так. Это ничего страшного. Это нормально. Гаси, гада. Не понял. А как он выжил-то? Он должен был сдохнуть. Ну, серьёзно. Так. Здесь у меня уклонения работают. Так что теперь ничего не светит. Типа. Ну что, давай ещё разок тогда. Жмякай. Одного мы отправили на тот свет. Этот передвинулся. Этот снова нас ударит. Слушай, ну блин. Ну, как-то... Как-то обидно даже. Я специально... А что происходит? Что такое? Что с тобой не так? Что-то не сработало. Ничего страшного. Я специально щит накладывал, чтобы, значит, можно было с одного удара убивать. А они взяли его так. Ну ладно. Мы сейчас тогда по-другому сделаем. Так. Что такое? Что такое? Что случилось? Больше навыков для Кибы. У Кибы изменились навыки. Киба мальчик особенный. Да я уж понял, что нас это не... А когда его напряжение достигает половины, его навыки меняются. Первый навык всё ещё атакующий. Но теперь он наносит урон тьмой. Лучше не пытаться атаковать этим навыком теней. Ага. Вы ещё помните про элементы? Ну, я понял. Там тьма, здесь тень. Хотя это вообще, по идее, разные как бы элементы тьма и тень. Но будем считать, что у него здесь не тьма, а тоже тень. Убедили. Шутку с вами. Второй навык. Аспект справедливости. На своей тёмной стороне позволяет снимать противника положительную статус. Тёмные навыки не помогут в бою с тенями. Лучше подождать, пока напряжение упадёт. Да что б тебя за ногу об стенку 754 раза. Ты поняла меня, да? Пропускаем. Я-то надеялся сейчас по-шустому разобраться с двух ударов. Теперь ждать ещё. И, блин, у Алистера всё здоровье в жопу уйдёт нахрен. Всё, щит кончился. Давай. Вот. А если вы могли бы сейчас нанести урон, сразу бы оприходовали. Мы уже поэтому убили бы. Ну ладно. Просто бой на раунд удлинили. И всех взял. А, всё, устал, да? А этот не может. У него тут снова напряжение увеличилось. Потрясающе. Поглощение и тёмный омут. Тёмное исчадие только что восстановило здоровье. Где? Всё потому, что стоит в тёмном омуте. А, ну я понял, да? То есть он стал на место своего погибшего товарища. Это исчадие тьмы. Чупакабра местная. И за счёт этого восстанавливает себе здоровье. Опять извините. Я тебя понял. Так, ты не можешь. Ты отдыхаешь. Это тоже отдыхает. Как бы он не откинулся, слушай. Слышь, ты его это мочканёшь? Нет с одного раза. С одной блюде ещё. Да, шикарно. Всё. Победа. Победа, друзья. Завалили мы чупакабру. Набрали чупакабрских кишок. Теперь все обмотаемся ими. Чума. Так. Развиваем навыки. Среди прочих навыков, которые в большинстве своём привязаны к предметам есть ещё и персональные развиваемые навыки. В случае Алистра это эфирная перчатка чемпиона, которая позволяет им манипулировать тёмным эфиром. Для её развития требуются специальные кристаллы, которые мы собираем. Вы уже не раз видели их. Они часто остаются в качестве трофеев после победы над тенями. Эти кристаллы постепенно копятся и собрав определённое их количество, вы можете зарядить ими перчатку, открыв новые способности. Так, откройте экран группы верхние, ну я понял какой, в правой нижней части экрана вы можете видеть раздел с эфирной перчатки Алистер. Сейчас там ничего нет. Если вы нажмёте на эту кнопку, получите результат. Ага, ага, поздравляем, новый навык, не забывайте развивать перчатку. Электрический панфрик. Так он же был, ты чё? Бред как. Слышь, Алистер, иди сюда. Так, вот он эфирная перчатка чемпиона, вот кнопка зарядить. Сколько у нас кристаллов где? Где эти кристаллы можно посмотреть? Хочу я знать. это всякое разное, это то, что на нём. А где инвентарь, мать его? Давайте разбираться. Вот он, инвентарь. Сколько у нас кристаллов? я их вообще не вижу, честно говоря. Лист металла. Это не топа иди. Вот он, 21. Кристалл у нас, предметы для задания написаны в ООКе. Заряжаем перчатку. Эфирная перчатка чемпиона. А, ну то есть это третий наш навык, он ещё и не постоянный, что ли, или как это понятно. Больше нельзя заюзать. Давайте снова откроем инвентарь и посмотрим, сколько осталось у меня этих кристаллов. Все ушли, 21 кристалл. Чума. Чума. Ну ладно, что нам остаётся? Нам остаётся подняться наверх, выбраться из этой вонючей канализации, вздохнём наконец-таки полной грудью свежего городского воздуха, пахнущего навозом, мочой, калом, всякой другой ересью, чем обычно пахнет обычный средневековый город, как обычно. Только начни записывать сразу смс-ы, ммс-ы, звонки, почта, телеграф, почтальон. Так, Алистер, вот теперь надо вести себя совсем тихо. Ты удивительный парень и теперь расправляешься с чудовищами, но люди, люди, это совсем другое. Что здесь происходит? Почему идут бои? армия Беспьера вторглась в бран ни с того ни с сего. Ни требований, ни объявления войны. Мы жили в изоляции черт знает сколько лет, а тут вдруг у нашего порога целая армия прилетели на огромном воздушном корабле. Через лес теней армии не пройти, а вот элитные войска на огромном корабле летящие по небу делали совсем другое. Их солдаты используют эфир воздуха, позволяют им контролировать воздушные потоки и сжимать сам воздух. Иными словами, сейчас мы не готовы ко встрече с ними. Но если людям требуется помочь, главное доставить тебя в безопасное место, я же герой, но если помощь потребуется, придется подставиться и влезть в драку. Давай надеяться, что нам это не понадобится. Ну хорошо, правда темновато, но хорошо. Ладно. Так, во-первых, у нас тут странная хня. Давайте посмотрим. Большой вибрирующий столб. Эти штуки питают энергией все ближайшие дома. Ну еще куча мусора. Чей-то подвал. Тут все закрыто. У нас вообще какая-нибудь карта есть. Тут пройти походу нельзя. давайте отправляться в другую сторону. Там кто-то махач какой-то слушай. Солдаты Брана, солдаты Беспьера. А вот сюда если пойдем? А нельзя, слушай. У нас алистровские бы настолько правильные, что они не могут вступить на газон. Просто понимаете. Если там не тротуар, то нельзя запрещено друзьям на газон уступать. Повредим экологию, нарушим баланс. Ох, мать твою, что вы делаете? Ёшкин матрешки, надо было кибу отхилить. Походу у нас киба сейчас алистрат едет. Помощники в бою. В этом бою на вашей стране сражаются солдаты Брана. Несмотря на то, что они находятся на вашей стороне поля, вы не можете им управлять. Они совершенно самостоятельны. Это я понял. Знаете, что надо? Надо, надо. Надо вот сюда убегать. Чего? А, это уже не мой ходим. Только по нам не бей. Ох, ёптвою да. И покибить тоже не стрелять, дебил. Я в шоке брус. Я просто в шоке. Че делать-то будем? Этот дебил взял и ушел вместе с нами в сторону. я даже не знаю, будем делать сейчас. 50 плюс щит. Жизни нихрена. Не уж то нам придется это дело переигрывать. на, он под защитой этого дятла находится, я понял. Прыль делать? Давай, биться будем. И что это сейчас было? Слышь, оболтус. Так, кибу спрячем давайте. раунд кончился. Второй раз куда-то кинул и ничего не случилось. Это вообще как называется. Так, хренач своим этим уклонением. Ну ты вообще ты просто божина. Вот получай пулеву ответ. Ну, кстати, два уклонения хорошо. Так, ну давай тогда тебя еще раз озаботим нашего уклонения. Забыл про уклонение. Что с ней? Во! Во! этот своим там энергетическим копьем. Главное, что противник урона наносят другим товарищам. Блин, киба! А, ну они же не тени, можем пофигу вообще пользоваться и тени. Во, еще десяточку. Так, свет и тьма. Только что киба нанес гораздо больше урона, чем обычно. Это произошло вот почему. Если вы обратите внимание, что светлые атакующие навыки бы составляют на врагах свечение. Особый статус всепобеждающий свет. Темный оставляет бездонную тьму. Ну, я понял, что темный круче. Чушь там. Так, что мы тут из револьвера? Держи. Держи в голову! Я не понял, что происходит тут зима. Что-то как-то не совсем сработало. Вот, шикарно! И еще раз. Кто там? А я стреляю. Вообще по красоте. Слушайте, с них что-нибудь интересное должно выпасть, по идее. О, баблинская, ребята! Сейчас пойдем в таверну бухать. Шикарно! Порох, лист металла, металлический хлам и кристалл воздушного эфира. Вот оно как. Все же пришлось поучаствовать. Акиба! Спасибо за помощь, чемпион! Кутарец солдат барана. Всегда рад помочь армиям. Ты хорошо справляешься. Вот эти штучки, они очень полезны. Прости, Алистер, я не знаю, что со мной. Да ладно, я сам использую темный эфир. Вешет перчатку. Эй, моя сила! Будь осторожен, чемпион, без пьер словно стремится вас всех выследить и уничтожить. Кого всех вас? Понял. Вот возьмем немного медикаментов, они вам пригодятся. Это полюбасик. Вот это вот за это спасибо. Медикаменты они лишними не бывают. Спасибо, солдат. Ну что, Киба, раз уж ввязались, поможем защитникам Брана защитить этот район. Что скажешь? Конечно! Конечно, если людям нужна помощь, я готов. Прекрасно. Вперед! Все, давайте. А где медикаменты? Нам обещали медикаментов дать. Ах, уж твари, обманули уроды, 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 ироды. Как вы могли, скотины. Я вам никогда это не прощу. Они нас обманули, друзья. Вон, смотрите, какая-то тележка с напалом жжет. А может, это полевая кухня? Хе-хе, я угадал. Ну что, еще раз поможем, что ли, дегенератам этим? А где хрен помогать надо? Да пошли уже сражаться. Че уж там. Вот как. Теперь трое на трое. не шутя, не шутя. А мы получили, да? Это вот этот какой-то вражеский взводный игнорирует уклон смещение. Ты смотри. Ах, ты же мразь. Сейчас я тебя первым положу. Уклонение. У него тоже уклонение есть. Не все так просто, друзья. Не все так просто. Ну, ты уже интереснее, чем каких-то чупакабра хреначить-то, да? А, он кидает палк, она втыкается рядом, на следующий ход он через нее проводит ток. Я так это на восьмерочку мало. Ага, мы уже снова можем киушки. Снова уклонился. Зараза. А, еще одну палку ваткнул. Ух-то наш кнутон там. Хо-хо! Хо-хо, друзья. Ага, вот, прошел электрозаряд. Неплохо так сразу по двоим. Давайте еще. Вот на десяточку там. Этот здесь какой-то булавой машет, не шутя. А этот этот, как его, мать его? Дракон рожденный с бараньими рогами. Так, ну че, добьешь его, что ли? Клонения больше нет у этого. Чупакабра. Все, шикас, шикас, друзья. Зафигачили, гада. Осталось сдвое. Ну, можно сказать, уже один остался. Вот, да, да, классно, классно. Кибы сейчас, значит, уже по целому будет своей тимой фигачить. Не шутся. На тебе на десяточку. Получи. Здесь уклонился. ай, плохо, у него уклонение вновь есть. И что делать? А может, тогда с пистолета попробовать? Ну, нет, здесь уклонение. Ну, ничего, зато остальные сейчас все попадут. о, хорош. Давай, кидай копье и киба добьет. Он вместо этого переместился. Ты что, до него не доставал, что ли? эх ты, наркоман. Не, конечно, прикольно, но не айс. Пока ему ход нужен воткнуть эту хню. О, 45 золотишко. Неплохо. Эфирное устройство. Высокотехнологичная штуковина для кристаллов эфира. Пусть операторы разбираются, как этим пользоваться. И два кристалла воздуха. Ну, ладно, хоть не кишки, друзья. Это уже прогресс, я считаю. Спасибо за помощь, чемпионы. Говорит нам дракон рожденный. Да здравствует король, отвечает Алистер. Вот возьми нем... Да, сука, а не, а не, петь нас сейчас на ее. На ее, Вот вот у нас остался один, уже второй предлагает медикаменты. Аминь. А, мне дал, дал скотина, дракон рожденный. Это он, он хороший, соблюдает данное, данное слово. Вон там ящик вижу, давайте нашу родную армию обворуем, или вражескую. Короче, стащили водички попить, и овощи и рагу рагу приготовить. здесь все, тут жопа, друзья, пройти нельзя. Так, я что, застрял? Тут мне тоже не нравится, кстати, вот, вот это дело. Ну, по всей видимости, только наверх, только наверх. Ну, пойдемте, друзья, посмотрим. Вот тут колодец, напиться можно, наверное. И нас впереди ждут, друзья, двое противников, я предлагаю, как бы, не шутят, сохраниться. Вдруг нас немного убьют. Будет немножко обидно, если нас немножко убьют. Совсем буквально чуть-чуть обидно будет. Все, поехали. Эй, эй, а вот, заметьте, особенность, он еще и передвигает, как бы, да? Круто, да? Так, ладно, держи, держи. Скотину с уклонением. Он передвинул, падла, экиба остался без прикрытия. Сволочи. Сволочи. Может, тогда тебя вот первого захерачить? Так, я с этой хрени не достану, а вот с этой хрени я достану. по четыре я тебя убивать буду 750 лет. Эй. Ну, еще разок. Короче, надо к этому идти. Йоха, нихрена себе он... о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. что, что, это уже было больно? Это было больно. Я тебя не убью, да? А еще раз. Шикарно. Сдохни, тварь. Просто сдохни, мразь. А этот сам пришел. Ну и чудесно. Но с уклонением ни хрена мы ничего не сделаем ему. Давай вот так подвинемся и подождем. Уклонение, дружок, уклонение. Иди в задницу. Держи мой электропосох. У него тоже уклонение. Так, здесь по-любому ждать, пока кипа там не придет в себя. О! Пошла! Пошла! На-ти! На-ти гад! На десяточку пропишем. И еще один раунд там остался. Уклонение. А че, все? Успокоился. Поспать прилег. Это тоже правильно. Ну и все. Искра там. Трем-пырем. Победа, друзья. Победа. Получили. Эфирное устройство. Кристаллы, бабки. Порох. Там есть что-то интересное? Нету? Нет, нету. Так, что-то такое. Низкий запас здоровья. Медикаменты, короче, используйте. Ну, в принципе, да. Надо. Осталось у нас всего... Всего два. Осталось. Ух, там махач, друзья. Давайте. Ух, тут тоже махач. Тут везде махачи, друзья. Я даже не знаю, участвовать ли в них. Ну, давайте. А хрен ли делать? Мы должны помочь. Я так понимаю, нам все равно уровни нужны. А нам всего одного дали союзника, что ли? Да ты... Ты гонишь, слышь, крензель. Так. Множественные атаки. Летающий персонаж. Давайте знакомимся. Валькирия. Элитное подразделение армии Беспьера. Среди прочего, они могут совершать навыком двойную атаку. Каждая атака отдельно снимает очкоуклонения. Жопа. Если у персонажа только одну очкоуклонение, вторая атака Валькирии нанесет урон. В этом есть свои плюсы. Первая атака Валькирии в щита Листера накладывает на нее статус Искра. А вторая тут же накладывает разряд. Ага. Летают, летают. Короче, я понял. Нам первым действием нужен щит. Этот сейчас свои рубильники будет втыкать, да? Так, это надо выключить. Эхо, не жопа. Так, это вы как-то выключили. Оно электроразрядом, да? Слушайте, ну это жопа. Хрен ли делать. Добивать его? Пытаться? Или же по целому? У целого уклонения. Давайте хоть одного убьем до конца. Так, а что происходит? А я не могу пользоваться этой хней. Я только револьвером могу его, да? Единицу, серьезно? Отлично. Здесь сработала Искра. Сработала Искра. Щиты, ресурсы. А, ну да. Здесь, значит, он 4 единицы пистолетом наносит. А броне 3 единицы. То есть всего лишь единицу. 8 жизней у него осталось. Я не достаю до него. Есть только вот так. Но это уже на следующий ход. А нахрен я так сделал, если я его сейчас кибой добить могу? Твою ж заново. Ну мой косяк. Ладно. Ладно. Надо было бежать к тому. Хотя, с другой стороны, я отсюда из пистолета могу пострелять пока, да? Не особо напрягаюсь по единичке. Но это, конечно, не то, о чем мы мечтали. Все, очнулся. Очнулся, гад. И что мне теперь делать? Да я лучше, наверное, все-таки постреляю пока. Еще и уклонился, тварь. Ну-ка током его. О, отлично. Отлично. Только у него уклонение не исчезло. Не знаю, уклонится, нет? Смогет? Не смог. Шикарно. На это уклонение я не работаю. Третий раунд. Держи из пистолета. Снова уклонился. Да и хрен с тобой. Что-то куда-сюда прилетел. Отлично. Действие потратил. Сейчас я уклонение еще раз собью. Может, это капец его отканет. Хотя у него, по-моему, только одно... О, можно напрямую ошибать. Шикарно. Все, разобрались. Все, друзья, все. 40 баблинского. 40 баблинского. Ну, я вам так скажу, что это дело такое нелегкое. Нелегкое это дело. Алистер на последнем издыхании. Снова нужно теперь лечить. О-о-о. О-о-о. Ребята, тут... Тут просто кино. Тут народом машется просто. Хо-хо-хо-хо. Ну, давай еще раз лечиться. По-другому никак. Хотя мы можем пройти мимо вообще. Эй! Он взял и ушел. А, ну, то есть, пока с ними не сразишься, да? Пока не сразишься, дальше не пройдешь. Ну, давайте биться. Охрен не делается. Ох, мать, тут все и валькирии, и щитоводы. Ай, как все печально. Не, на себя давай. У нас зато теперь двое парней с этой хренью. А, этот какой-то... Он скоро вздохнет, походе. У него еще здоровье осталось. Серьезно? Так, кого будем гасить-то первым делом? А, я предлагаю сосредоточиться, наверное, вот на нем. Потому что на него Алистер своим копьем достанет. Все, у нас минус один, друзья. Здесь уклонение. Ну, давай свою хероботу включаем. Вот, по минус 10 обоим. Так, может, на тебя... Твою мать, не знаю. Неплохо прошло. Фигушки. Фигушки. У меня уклонение. Иди в задницу. Да он еще отхватил. 21! Ты скотина! Скот! Скот. По-другому я его назвать не могу. Так, это теперь будет снова палки свои кидать всюду. О, нет, сразу. Сразу. Хорош. Хорош. Мне нравится. Так. И тогда мы будем, значит, действовать как? Наверное, вот эту тварь надо бить. Я не вижу другого выхода. Шикарно. Минус 20-ку сразу. Спендюрил ему тьмой. Так, здесь уклонение. Здесь тоже уклонение. Хрен вам. Хрен вам, а не комиссарское тело. Так я вам скажу. Держи вот уклонение, блядь. Ну, это логично. Зато кибомит. Хе-хе. Игнорит всякие разные ваши уклонения. На! Все, и на следующий его добьет вот этот парнишка своей. О, да, все. Красава. Ну, и нам теперь остается только из револьвера добить стрелка. Благо у него броньки нету. Можно спокойно по четыре. Все, киба наш немножко подсошел с ума. Ну, не сошел с ума, это как его? Напряженность или там, как называется. Киба, кстати, тоже уже практически все. Ну, сейчас кинется. Надо было киба и отдохнуть. Ну, ладно, тут все равно мы уже заканчивали раунд. Скорее добить бы. Так, нового ничего нету. Все старое. Все по-прежнему. Так, солдат Брана. Вы ворами чемпиона. Славься темный эфир. Сила Брана. Класс. Вот, возьмите эту награду. Это немного, но вам это может оказаться нужнее, чем нам. Ты лучше медикаментов дай. Сто золота дали. Блин. Ну, вот как? У нас Алистер главный танк. У него нету третьей здоровья. Как без этого идти на кого-то? Ну, может, здесь где-то медикаменты найдем. Тут какие-то горожане. Что-то там гутарют. Нет, чтобы дать нам что-нибудь полезное. О! Медикаменты, друзья. Шикодос. Шикодос. Шикодос, мам. Так, и вот дверь здесь. Здесь, друзья, дверь. Ха-ха-ха. На заколоченном. Не повезло нам. Кстати, здесь карта кончается. И дальше мы пройти не можем. И нифига. Вот это засада. Ну, мы еще можем пойти в другую сторону. Ну, вот жалко, что карта никак не вращается. Ну, да ладно. Да, здесь вот, около, возле памятника. Ребята рубятся месяцам. И здесь народа, кстати, очень много. Трое наших против четверых противника. Ну, влезать раненым. Это, наверное, смысла нету. Давайте глянем, что вот здесь, наверху. Наверху противник нас ждет. Не совсем понятно, то ли трое этих, то ли он один. Не совсем понятно. И непонятно, непонятно, друзья. Что же нам делать? Как же ж быть? Ну, я вижу только один выход. Всего этого положения. Я увижу только один. Только один. Единственный выход. Это сражаться. Вопрос в другом. Пополнять здоровье или нет. Что-то мне подскажет, что без здоровья мы там откинемся. Напрочь. Ну, давай. Хрен ли делать. Минус 4. Нас перекинули еще. Ну, ладно. Киба, хотя защищен. За этим стоит. Так. Ладно. Давай тогда. Врубаем. Врубаем. Нашу систему ниппеля. А вот хрен тебе. А не попадание. Уклонение. Пошли. Всякие разные штуки-дрюки. По кому бить будем? Я предлагаю вот этого сразу мочить. Да. А этот перешел. И нахрена ты за этого ушел? Или он может через своего нафигачить? Блин, а нафига ж так громко-то? Боевой навык. Громкость эффектов понизить. Так. До этого мы не добираемся. Ну, давай тогда вот так вот. Уклонение, да? Хера его. А этот еще только раскидывает. Это вообще ни хрена не делает. Ну, теперь он сможет на следующий ход подойти. Вот. Шикарно. Прошел электрозаряд. Сейчас мы валькирию. Блин, чутка осталось. Ну, может быть с револьвера. С револьвера добьем. Алистером. У нас там один, кстати, союзник страдает. Все. Умри, скотина. А он умер бы, если у него не было уклонения. Мне вот интересно, вот это говно будет когда-нибудь тебе чем-нибудь заниматься вообще полезным? Дегенерат. Ой, ну у меня что? Еще раз револьвер. Хотя, лучше-то получается вот этим воспользоваться. Хотя бы урон нанесем. Тем более, вообще, отрубился чувак. Ну и че, кибы добивать валькирию? Я лучше вот на этого. Ну, не прошел двойной удар. Мог бы. Ох. Ты зачем в кибу стрелял? Скотина. Просто скотина. Ну, вот это вообще бесполезное говно. Бегает по второй линии. Хотя он боец первой линии. Дебил. Дегенерат. Скотина. Так, всеми эпитетами переласкал. Так, у этого уклонения, ну, я вижу только один единственный. Вот поэтому бить. И тоже не отбросился, блин, трое. Просто почти трупов. Ну, хоть одного минусанули. А это, я не знаю, может он подзаряжает как-то первую линию. Не совсем я понял, в чем смысл вот этого бойца. Усмиритель. Так, отлично, еще одного убили. Так, давайте глянем, все же, что он делает, а то я никак понять не могу. Там, где силовик не способен договориться, появляется усмиритель. Закаленные в боях войны, умелые пользователи эфирных приборов. Они несут силу электричества брана туда, где слова бессильны. Они не многочисленны, но в совокупности с другими родами войск, они могут повернуть ход любого боя себе на пользу. Заряженный импульс. Поражает противник своей заряженной длинной булавой, нанося 1.16 урона. Поднимая напряжение. Но это неплохо. Это неплохо. Ага, плазмастрел. Ну, вроде что-то делает. Может, он напряженность поднимал. Не совсем, мне это понятно. Ну, ладно, сняли уклонение хотя бы так. Может, кто-то из наших добьет его. А, вот этот добьет на следующий ход. Хорошо. Так, Киба очнулся. Это здорово. Это просто здорово. Так, нет. Я думал, откинулся. Ай, блин. Ну, когда же тебя... Когда же ты же кончишься с новым там, с уклонением. Сейчас его успокоит вот этой болтой. Все, готово. Остался один-единственный. Но Шалестер не может на ту сторону боя пройти. Надо, чтобы как-нибудь там что-нибудь он... Да, он. Нет. Ему здесь этот мешает, здесь этот мешает. Никак он не пройдет. Ну, из пистолета пускай стреляет там. А он в броне поединицы выбивать будет. Жесть. Ну, хоть так. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Он сейчас напряженность уже... По максимуму будет. О, неплохо он его. Ну, и Кибу добивает. Мало. Все, справились. Справились с этими засранцами, друзья. Зачистили улицы практически полностью. Можно, в принципе, Кибу не лечить. А то у нас остался-то один-единственный. И неповторимый. Да, здесь все мы сделали. Нам осталось только наверх теперь подняться и... Да что-то застрелен за этот памятник. Ё-моё. Как так-то? Он же памятник. Ну и все, друзья. На сегодня наши приключения заканчиваются. С этим негодяем мы будем биться уже, наверное, в следующий раз. Или все-таки сразиться. Давайте сразимся. Шутим. Я надеюсь, это быстро будет. Но быстро это не будет, друзья. Их трое. Их трое. Но они без уклонения. Они без уклонения. Мы должны с ними справиться. И они какие-то стрёмные. Короче, они уклонения нам не тратят. Они нам напряженность повышают. Мрази. На Алистера наложили негативный статус. Можем узнать о том, что персонажи негативные. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Пневмом стрелки обладают особым дистанционным навыком. А так этим навыком игнорируют уклонением. Не наносят урон. И накладывают неприятный статус. Удушье! Этот статус блокирует снижение напряжения. О-о-о! Нам кибы сейчас надо. Надо, короче, снимать этот навык. Во, шикарно. Как раз он одного положил. И вот этим аспектом справедливости снимаем с союзником негативный эффект. И все. Выкусите, уроды! Выкусите. Но они продолжают этим заниматься. Негодяи. Слушай, ну он напряженности, конечно, просто кино. Че делать? Снимать. Но он и так отъедет. Ему отдыхать надо на следующий раунд. А он, если сейчас не сним... Ну, блин, короче, давайте снимать. И тогда ему нельзя сейчас действие делать. Иначе он... Слишком много у него будет. Снова повесили. Это, друзья, это жопа. Это жопа. Нет, давайте бить. Удругого выхода нет. Все. Этот отъехал на отдых. Этим добиваем. А, блин, а здесь тоже сейчас отдых Киби потребуется. А мы что, два действия можем здесь владышать? Так, да? О-ля-ля. Ну, все, отдохнул. И сейчас я тебя, зараза, положу. Эй. Вот. Пошло дело. Отлично. Эх, Киба, у тебя жизни-то не осталось. Ни хрена. То есть, лечиться придется в любом случае, да? Вот еще был бы у нас лекарь какой-нибудь. Это было бы просто бесценно на самом деле. А то мы эти медикаменты только в путь расходуем. Все, прорвались мы на следующую улицу. Здесь пошел диалог. Алистер, это научит их не связываться с лучшими и отважнейшими бойцами Брана. Если у всех чемпионов дела идут так же хорошо, к утру мы освободим город от вторжения. Алистер, почему все эти люди называют нас чемпионами? Ты совсем ничего не помнишь? Все потому, что у меня на руке перчатка чемпионов. Она работает на темном эфире. Вставляешь вот сюда в гнездо темный кристалл и вуаля! Ты можешь манипулировать потоком темного эфира. Ну, если ты чемпион, конечно. Конкретно этот кристалл позволяет мне генерировать силу и превращать темный эфир во что-то вроде молнии. Все королевство работает вот на таких штуках. Каждая лампочка, каждый аппарат. Мне не нужно вставлять кристаллы, чтобы создавать штуки. Да. Ну что ж, надо спросить у Чарли. Он может знать больше моего. В любом случае, вон там впереди я вижу таверну. Поторопимся. Ночлег и добрый совет нам сейчас не помешают. Ну, а они побежали, друзья, в таверну. Ну, и что они там найдут? Какой совет? Какое питье? Какой ночлег? Ответы на эти и другие вопросы, друзья, уже в следующей серии. Которая, я надеюсь, будет совершенно скоро. Субтитры сделал DimaTorzok